Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале, продолжая свои прогулки по Москве и по району Кунцево. Итак, перед нами Кунцевские бани. Одно время я очень любила ходить снимать всякие бани, и Селезневские, и Воронцовские, и Рижские, и разные-разные, и вот теперь Кунцевские. Это здание из красного кирпича, строили долго, начали в 50-е, построили в 70-е годы. И общие бани были на втором и на третьем этаже, на втором этаже обычные были бани по 500 рублей за 3 часа. Ну, да, а на третьем этаже бани были дровяные. Ну, и вроде как есть там парная уже сейчас, парная там маленькая, и стоят эти бани, их называют Южные Кунцевские бани, на улице Петра Алексеева, рядом с бывшей текстильной фабрикой, а неподалеку была дача Софьи Сарс, владелица текстильной фабрики. И здесь же находится спуск к Сетуни. Здесь рядом находится также стадион, ну, такой вот кусочек старого мира. Хотя уже многие здания старые здесь снесены, и сейчас здесь вовсю идет стройка новых кварталов, новых домов. Вот, и поэтому такие маленькие домики остаются еще пока, как бы, в Кунцево так точечно очень, как островки истории, и тем самым они особенно ценные. Несмотря на то, что это здание, здание бань не такая уж и старая история, давняя история, но, тем не менее, все равно, сейчас, знаете, жизнь такая, не знаешь где, что, когда будет снесено. Поэтому я решила все-таки про эти бани вам в двух словах рассказать и показать. Раз уж в этом районе есть свои Кунцевские бани, а здесь, кстати, два вида бань, еще одни бани есть, ну, это уже здесь дело местных, еще одна баня есть, водолей, вот, но у нас сейчас речь не о водолее, а именно о Кунцевских банях, вот, и поэтому я их вам и показываю. Ну, собственно, уже и показала. Всем большое спасибо за внимание и за просмотр. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем всего самого доброго. До свидания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok